Доброе утро, страна! На календаре 27 апреля. Четверг, и мы начинаем. Спасибо нашим коллегам за отличное начало дня. Мы продолжаем эфир. Сегодня мы с вами, дорогие телезрители, узнаем, где занимаются будущие олимпийские чемпионы. Встретимся с ветераном Великой Отечественной войны и продолжим музыкальные уроки. Утро с нами — это интересно. Не переключайтесь. Доброе утро, страна! О том, что напиток из верблюжьего молока улучшает пищеварение, работу печени и поджелудочной железы, кочевники знали издавна. Какими еще целебными свойствами обладает шубат и как его производят, расскажут наши корреспонденты. Нормализовать работу кишечника, укрепить нервную систему и просто повысить тонус организма поможет шубат. Традиционный напиток изготавливается из верблюжьего молока. Верблюди сдуят три раза в день. Как правило, за сутки каждое животное дает до 10 литров молока. После этого весь собранный продукт везут на завод. Вначале цистерну доставляют в пункт приема, где специалист берет образец для проверки. В лаборатории эксперты узнают плотная жирность и кислотность напитка. Молоко отличается по временам года. Плотность отличается, жир отличается, а кислотность, в принципе, по временам года не отличается. Значит, зимой молоко обычно жирное и плотное. В весенний-летний период оно становится из-за того, что травка сочная, кушают животные, она становится пожиже и немножко жир поменьше становится. После молока поступают в первый цех для термической обработки. В объемном баке продукт пастеризуется около 25 минут при температуре 80 градусов. Потом напиток попадает в соседний цех. В этом цехе проходит молоко, процесс гомогенизации, то есть расщепления жира на более мелкие частицы. В танки поступает. После гомогенизации опять вторая пастеризация. После всех обработок специалисты отправляют молоко в заквасочный цех. Здесь они изготавливают пять видов шубата. Каждый из них отличается по своей консистенции. Это у нас биошубат. Это также по технологии улучшенного шубата, но плюс к этому добавляем биодобавки, то есть бифидобактерии. И питьевой йогурт. Также как улучшенный шубат готовим. Туда добавляются свои пищевые добавки. Также здесь производят традиционный шубат. Название говорит само за себя. Технология его изготовления проста. Закваску из готового продукта добавляет только пастеризованное молоко. Мадина Жалмагометова, Стас Фролов, Жанакун. Ну что ж, друзья, вновь наши самые вкусные, самые аппетитные истории, которые томятся именно на этой кухне. Для тех, кто только что обратил внимание, что пока еще не успел позавтракать и накормить своих родных и близких, у нас очередной рецепт. Расскажи, что это за рецепт? У нас будет медово-арахисовая паста, которую можно, в принципе, употреблять каждый день, ежедневно. Я не думаю, что есть какие-то ограничения. Кроме аллергии на арахис и на мед. Да, мед один из главнейших аллергенов. Например, я тоже к меду не совсем. Но, как мне кажется, это очень вкусно. Что ж, друзья, для того, чтобы приготовить эту пасту, вам понадобится мини-блендер. У нас его нет, поэтому, если вы хотите это лакомство приготовить быстро, для детей, в выходной день или в будний, можно сделать это просто, да, измельчить прямо на доске. Прессуем арахис максимально, можно использовать обычный нож, конечно, мы смешаем это все с медом и максимально мелко нарезаем мяту. Вы можете ее использовать и для украшения, и просто сверху для приятного вкуса. Мед в сочетании с мятой и, конечно же, арахис придадут пикатность нашему соусу. Вот так это все делается. Я думаю, в блендере даже нет никакой необходимости. Ну, конечно же, мы все это будем намазывать на наши хлебцы. Вы можете выбрать любой хлеб. В нашем случае это тостерный белый. Пока у нас все жарится. Кстати, вот вещь удивляет, почему, когда обжариваешь тост, всегда же хочется на сковородку что-то залить. Да. Ну, получается, что... Если у вас сковородка-гриль, то делать этого не нужно, в принципе. Никакое масло не используется. Единственное, что я предпочитаю сделать во время прессования арахиса, это избавиться от вот этой шелухи. Мне кажется, так будет более вкусно. Хотя кто-то говорит, что можно ее, в принципе, и оставить. Мне так не кажется. Так. Так вот. Еще немножко. Так. По желанию, вы арахис можете тоже на сковородке немножко обжарить. Он станет более ярче на вкус. Но сам по себе он тоже достаточно пикантный. Поэтому, в принципе, это делается все на ваше усмотрение. В принципе, такую пасту можно сделать из любого вида орехов. Правильно? Потому что мед с грецкими орехами, это тоже очень полезно. Также туда можно добавить лимонную цедру. Если хотите, это также будет освежать. Вместо мяты. Самое главное, измельчить по максимуму. Так. У меня, когда прессуешь, остаются такие крупные. Я стараюсь вновь на них сделать акцент, чтобы максимально довести их до состояния крошек. Чем больше, тем лучше. Мяту мы посыпем сверху, да? Да. Ну и плюс мяту будем использовать для украшения, потому что все-таки визуально ваш завтрак тоже должен привлекать внимание. И, конечно же, подоражить аппетит ваших домочастов, да и у вас лично. Так, 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 так. Все, тосты готовы. Так, мы закидываем арахис. Я еще немножко сейчас прессую его. Так, давай, шею. Раз. Готовится все достаточно быстро. Тосты вы, я думаю, делать умеете. Этому рассказывать не нужно, но у нас существуют и тостеры на сегодняшний день, так что... Либо сами на сковородке. Мы перемешаем нашу массу арахис и мед. Вот так. Вот так. Не обязательно наносить толстый слой. Кстати, от меда тоже зависит. Если вы будете такой мед пожиже, он, конечно же, легче ляжет. Так что обращайте внимание на сорт, который вам больше нравится, больше по вкусу. Ну и на саму конституцию. Ровно половину я беру. Угу. Так. Вот так. Давай сделаем один тост. Открою небольшой секрет, о котором вы, возможно, уже знаете. У Алана аллергия на мед. Так что сегодня этой пастой буду лакомиться я. Да. Только лишь. Ну и рецепт сегодняшний завтрак выбирала Алена, как вы понимаете. Выглядит отлично. Как будто мы купили эту пасту в магазине. На все про все у нас ушло ровно пять минут. Несколько листиков мяты. Почему именно эта паста? Ведь можно, вы скажете, использовать какое-то варенье или любой джем и так далее, друзья. Ну вот это очередная вариация того, что можно исполнить, например. И для завтрака вместе с вашим чаем либо кофе, то, что вы предпочитаете с утра, либо какой-нибудь стаканчик сока, или даже для детей это с чайком, будет очень и очень вкусно и аппетитно. Итак, как обычно, убирая лишнее и оставляя на вооружении, понаблюдать за происходящим, незатейливо, аппетитно, вкусно, быстро. Но для того, чтобы понять, насколько это вкусно, нужно просто попробовать. Поэтому всем желаем приятного аппетита. Гепарды — хищные животные, но дикобразы им не по зубам. Не зря говорят, не щелкай клювом, ведь можно остаться без вкусного обеда, как этот морской котик. Смекалки этой девушке не занимать. В ее доме живет свинья, и она весьма талантливая. Забавное зрелище — уличные бои в Австралии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А эти маленькие животные решили поиграть в прятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доступность и отсутствие особых финансовых затрат за короткое время сделали воркаут популярным среди молодых людей. Вам нужен турник, свободное время и желание привести себя в форму. Наши корреспонденты продолжат тему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Меня зовут Пшиков Роман. Мы часто с друзьями занимаемся на воркаут-прощадках. Сегодня я вам покажу несколько упражнений на турнике и на брусьях. Таким хватом качаются широчайшие мышцы и мышцы плеч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таким хватом качаются грудь и дельты плеч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И стандартный хват для всех групп мышц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я вам покажу упражнение на брусьях. Развивая трицепс и грудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня я закончил. Вы также можете уделять по 10-15 минут своего времени три раза в неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белоснежная улыбка – признак красоты, здоровья. Ведь состояние зубов влияет на весь организм. Рекомендации стоматолога Тахира Саитова помогут нам избежать такого заболевания, как парадонтоз. Тахир, доброе утро. Доброе утро. Давайте сначала расскажем, что такое. Подробно, что такое парадонтоз. Начнем с того, что парадонтоз – это хроническое воспаление, которое характеризуется дистрофией костной ткани. При этом нарушается целостность кости полностью. Тахир, все начинается с чего? Почему он становится хроническим? Ну, знаете, как бы парадонтозе различают несколько стадий. То есть легкое, среднее, тяжелое. Вот, может быть, что опасно. И протекает он, как бы, начинается бессимптомно. То есть, например, если парадонтит у нас проходит с симптомами, то есть это кровотечение, боли в зубах, кровотечение из десны, боли, неприятный запах с рта, вот это все как бы при парадонтозе на первых стадиях развития заболевания, то есть мы такого не наблюдаем. Но уже люди, пациенты уже обращаются к нам тогда, когда уже появляется гиперэстезия, то есть повышенная часть зубов к термическим раздражителям, то есть на холодное, горячее вот это все. И когда уже на поздних стадиях, когда начинает уже как бы развиваться подвижность зубов, то есть зубы начинают двигаться, смещаться. То есть при парадонтозе характерно как бы веерообразное расхождение зубов наших. Ой, не очень приятная картина. Да, вот не очень приятно. В чем причина? От чего это происходит? В чем причина, знаете, здесь как бы этиология развития парадонтоза. На сегодняшний день, если честно, как бы до конца не изучена. Есть основные факторы, то есть так есть и общие факторы, что связаны с хроническими заболеваниями, то есть желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая система, то есть это эндокринная система еще включена здесь, сахарный диабет, то есть это парадонтоз развивается на фоне этих заболеваний. И получаются таки местные факторы. Из местных факторов мы наблюдаем большую часть, то есть это содержание зубного камня. Так как в зубной камне содержится очень много, получается, анаэробных микробов. Тем самым зубной камень, он прорастает, прорастает не как, скажем, растение наше, к солнцу, а зубной камень, что интересно, он растет вниз. И по мере роста, понимаете, он как бы уплотняется, увеличивается. Тем самым создает еще большие препятствия. Да, 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 становится еще большим препятствием, барьером, получается. Так и самое любопытное для всех теперь сейчас телезрителей, которые сейчас ужасаются происходящим, пошли проверять сразу холодно-горячее, лечение. Мы лечим это все, но это все поддерживающая терапия, получается. То есть в первую очередь нам нужно исключить основную причину. Основную причину. То есть если есть у человека общие хронические заболевания, то есть связанные с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, с сахарным диабетом и так далее, получается, нужно вылечить эти основные заболевания, то есть погасить все симптомы, потом нужно приступать к лечению самого заболевания. Слушайте, Тахир, насколько я помню, при походе к стоматологу, у меня было с ним общение, если зуб сам по себе реагирует на холодно-горячее, то на нем стерто или эмаль. Эмаль, да. Но это этот случай? Знаете, при парадонтозе… Или это мы говорим о деснах? Нет, нет, нет. При парадонтозе, понимаете, есть как бы основные причины, которые мы видим в полу терта. То есть это эрозия эмали зуба, то есть стираемость зубов, клиновидный дефект. То есть на зубах в области десны образуются у нас дефекты в форме ромовидной формы. Надеюсь, эта информация на самом деле сейчас поможет многим нашим телезрителям, которые как раз-таки ранним утром в профилактике гигиени сейчас обратят на это все внимание и вперед к стоматологу, если вдруг что-то не так, правильно? Да, это правильно. То есть самое главное – профилактика этого заболевания. Тахир, вам огромное спасибо. Теперь мы об этом узнаем больше. Все, спасибо вам. 27 апреля 1945 года советским войскам до Рейхстага оставалось чуть больше двух километров по прямой. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто подарил нам право жить под мирным небом, о ветеранах Великой Отечественной войны. Зарядка по утрам с правнуками, ежедневные пешие прогулки и душевные разговоры с супругой. Калинин и Семен Симонович и Валентина Григорьевна вместе уже более полувека. Им всегда есть о чем поговорить. Она взахлеб рассказывает о школьной успеваемости правнуков, гордится победами внуков, а он с трепетом и волнением вспоминает фронтовых друзей, боевые сражения, недолгий плен и немецкого офицера, который спас ему жизнь. И мы решили с другом утром в воскресенье пойти загорать на реку Пуховича Минской области. Вдруг в четыре часа нам дневально кричать «Война!». То есть расторгнул договор немецко-фашистские захватчики, напали на нас. И мы на границе. Уже сразу же мы были на аэродроме и готовились были. Подготовка уже невозможна, потому что девятки, масса арманов, фашистских самолетов бомбила наш аэродромный узел. Войну Семен Калинин встретил, будучи бойцом воздушно-десантной бригады Красной армии в Белоруссии. Там молодой человек освоил военное дело, совершил 180 прыжков с парашютом. Все эти навыки пригодились молодому солдату при выполнении боевых заданий. Мы в 1941 году, нашу часть, мы выполнили боевое задание правительственное в тылу врага, в Белоруссии. Мы взрывали немецкий эшелон, пускали под откос. Мы объявили им рельсовую войну. Взрывали рельсы в белорусских лесах и болотах. И выполнили боевое задание правительства, нас направили под Москву. МиГ-15, МиГ-19, ЯГ-7. Семен Симонович знает об особенностях каждого самолета непонаслышке. За плечами летчика первого класса 150 боевых вылетов, несколько сбитых вражеских самолетов. Три ордена Красной Звезды. Орден Отечественной войны первой степени. Награды за оборону Сталинграда. За боевые заслуги и не только. Вся грудь Семена Семеновича увешана медалями за ратные подвиги. Бобруйск, Смоленск, Чернигов, Брест, Хатынь, Сталинград, Москва. И этот длинный список городов, которые Семен Калинин прошел пешком и прополз в разведке, можно было бы продолжать бесконечно. После окончания войны Семен Калинин продолжил летную карьеру на острове Сахалин. А в 1964-м судьба привела молодого человека в солнечный Алматы, где он встретил свою будущую супругу Валентину. Познакомила нас вот эта как раз Маша и Гоша. И мы пошли, как раз шел в театр, мы пошли. И познакомились мы с ним, в общем, в театре. А потом, значит, познакомились, и он меня проводил до дома. А погода была сырая такая, время как раз майское было. И я, значит, он говорит, может быть, до дома довезти? Я говорю, да не надо, я сама дойду. Жили мы на Паренского и Ташкенской. Я говорю, из автобуса... А он остановился как раз около лужи этот автобус. А я прыг через эту лужу. Он говорит, это женщина. Семен Симонович Калинин прошел войну от первого до последнего дня. Человек стальной воли, широкой души и огромного сердца. Так описывает своего супруга Валентина Григорьевна. А внуки и правнуки гордятся своим легендарным дедом и слушают его, каждый раз затаив дыхание. Ваш ребенок показывает отличные результаты на тренировках и всерьез намерен стать профессиональным спортсменом. Сегодня мы заглянем в классы и спортзалы столичной школы Олимпийского резерва. Воспитанники столичной школы Олимпийского резерва готовятся к чемпионату Казахстана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Соревнования пройдут 16 мая в Астане. Финальной подготовкой к ним стал турнир, проходивший в Таразе в середине апреля. Последний турнир был у нас в Таразе. Наши детки, малышки заняли первое, второе, третье место на этом турнире в своих возрастных группах. Шесть учеников школы входят в национальную сборную Казахстана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Кроме того, здесь готовят будущих олимпийских чемпионов по художественной и спортивной гимнастике. Юные эквилибристки тоже пополнили медалями копилку учреждения. Привезли они их с четвертых молодежных спортивных игр республики, проходивших в Шимкенте. Это Бахтагалеева Ольга, она стала призером, третье место на вольных упражнениях, третье место на брусьях. Гончарук Дарья, это моя дочь является, она тоже по первому взрослому разряду призерка, третье место на вольных упражнениях. И Богатырева Лена, она заняла третье место на опорно-прыжке. Ольга Гончарук – мастер спорта по спортивной гимнастике. Говорит, 20 лет назад она даже побывала в резиденции президента. Глава государства лично пригласил талантливых спортсменов на торжественную встречу. С тех пор она мечтает воспитать олимпийского чемпиона. Например, 15-летний Евгений Фролов уже стал чемпионом республики. Гимнаст признается, что стремится стать призером следующих летних игр. Я вот когда смотрю Олимпиаду, кто-то занимает первое место и играет гимн его страны, я вот представляю, что на его месте мог бы быть я. И вот такая гордость была бы, что в честь тебя играет гимн твоего государства. Столичные тренеры отмечают, что помимо упорной физической подготовки и целеустремленности есть еще один фактор успеха спортсменов. Это генная предрасположенность, поэтому важно с самых первых шагов ребенка обращать внимание на гибкость и пластичность. Дина Жаннабекова, Бахтия Райтхожин, Жанна Кун, Астана. Талантливый казахский композитор Магауи Хамзин первым исполнил на дамбре произведение Моцарта Брамса Рахманинова. Надеемся, что наши видео уроки помогут и вам освоить этот уникальный народный инструмент. Субтитры создавал DimaTorzok Прогресс налицо. Вы уже очень хорошо играете, так держать. Мы уже с вами разучиваем по одному произведению на каждом занятии. Это хороший темп. Сегодня познакомимся с еще одним кюем. Он называется «Невеста». Это народное произведение, оно сложнее, чем предыдущее, несмотря на то, что играется медленней. Здесь важно передать настроение. Отличается и бой. На счет раз-два – рука движется вниз. На счет три – вверх. Получается, эта часть короче. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Перед, ЕК, ЕС. Перед, ЕК, ЕС. Субтитры создавал DimaTorzok Перед, ЕС. 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 С каждым разом становится все легче и легче разучивать. Я взял себе за правило каждый день с утра 1 час посвящать намбре, и вечером час-два занимаюсь. Поэтому у меня будет, наверное, гораздо легче разучивать следующий экип. Выгодная цена на товар не всегда гарантирует его качество. Врач по гигиене питания Ирина Юнг расскажет подробно, на что обратить внимание при покупке продуктов питания. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ирина, скажите, пожалуйста, покупая продукт в заводской упаковке, на что нужно обратить внимание в первую очередь? В первую очередь, когда покупаешь продукт в заводской упаковке, надо обратить внимание на саму упаковку. То есть эта упаковка должна быть целая, не должно быть повреждений. Если имеется повреждение, то уже возможно загрязнение, обсеменение продукции. Поэтому целостность упаковки. Когда убедились, что эта упаковка целая, то нужно обязательно обращать внимание на маркировку. Первое мы обращаем на срок годности, на условия хранения и на конечный срок реализации продуктов. И потом уже на содержание продукта, что содержится. Есть у некоторых людей по причине заболевания определенные, и есть для этой категории людей ограничения, которые продукты они не должны употреблять. Поэтому нужно, если есть определенные соматические заболевания, посмотреть содержимое. Если есть аллергические реакции на определенные компоненты, то, конечно, такую продукцию покупать не следует. Ирина, скажите, вопрос такой, ответ ваш мне очевиден. Где лучше покупать продукты? В маленьком магазинчике возле дома или в большом супермаркете? Наверное, вы скажете, что в большом супермаркете. Но даже в больших маркетах я сталкивалась с тем, знаете, вот есть капуста соленая в таких упаковках пластмассовых. Навески, конечно. Да, помидорки, там уже все упаковано, стоит маркировка. Но когда ты переворачиваешь, я сама с этим сталкивалась, или берешь, оттуда начинает все вытекать. Как вот быть, да, даже в больших супермаркетах. Герметизация получается. Конечно, если рассматривать вопрос, где приобретать лучше продукцию, это в зависимости от потребителя, что ему нужно. Как правило, в большие магазины мы отправляемся, когда мы покупаем большой объем товаров. Да, там шире ассортимент просто. Да, потому что там очень большой широкий ассортимент. А когда есть необходимость ограниченного количества какого-то товара, мы идем обычно в магазин, который находится у дома. Небольшой магазин. Значит, по вопросам того, что в больших магазинах производится реализация продукции, вот как ваш вопрос, квашеная продукция, когда вы ее покупаете. Но здесь сложности нет. Нужно обратиться к администрации. Во всех крупных магазинах есть справочные, подойти к справочной и сказать, какая у вас имеется проблема. Если проблема в упаковке, которая протекает, то я не считаю, что это такая сложная проблема, которую невозможно решить. Она будет решена. Но такой товар лучше не приобретать в любом случае. Вы же сказали до этого, что если упаковка не герметична, может быть осеменнее. Ее покупать ни в коем случае нельзя. Но сейчас в больших магазинах, супермаркетах есть возможность покупать продукт, который ты сам себе обслуживаешь. Ты берешь его, упаковываешь его и взвешиваешь его. Здесь есть выбор. Ты выбираешь сам продукцию. В данном случае только качество товара проверять. Да, ты можешь выбрать. Ирина, скажите, пожалуйста, выбирая между казахстанскими продуктами и импортными, все-таки каким отдать предпочтение? Ну, предпочтение, конечно, нужно делать отечественным производителям. Почему? Потому что отечественный производитель, он от нас недалеко. Если какие-то вопросы спорные возникнут, покупателю, потребителю легче будет их решить. Это первое. Второе, конечно, цена всегда у отечественного производителя, так как он не вывозит продукцию, у него там нету расходов на транспорт, то она тоже будет дешевле. И третье, то что все производители наши, они у нас находятся в реестре, можно всегда посмотреть. Эти объекты, они находятся на учете, они проводят свой ведомственный контроль. И здесь больше вероятности, что продукция будет не фальсифицированная, не контрафактная. А когда завозится продукция, то часто бывают случаи, что эта продукция бывает даже контрафактная под маркой какого-то происходителя. Ну, когда-то выявляется, да, ты уже 40 пачек печенья уже съел, да, в этот момент. Да, а куда обращаться, если продукт некачественный, просроченный? Если продукт некачественный, и вы его купили, и уже установили это в самом магазине на объекте торговли, то лучше всего, конечно, сразу обратиться в справочную, к администрации, и вопросы эти все решить на месте. Но если вы этот продукт купили и обнаружили уже дома при вскрытии, что эта продукция некачественная, то вы можете обратиться в управление по защите прав потребителей в районы территориальные, то есть где вы проживаете, обращаетесь, пишете заявление, и в дальнейшем ваше обращение этого потребителя будет рассмотрено в установленные законом сроки. Под занавес нашего общения, Ирина, почему так важно сохранять чек? Как долго его нужно вообще держать у себя? Важно сохранять чек для того, чтобы предъявить претензию администрации торговли, где вы приобрели продукты, которые были установлены, что не отвечают требованиям. То, когда у вас есть чек, здесь есть такой нюанс, что торговля, как мы знаем, она сама не производит эту продукцию. Сама администрация магазинов, в которые вы будете обращаться, она будет вынуждена обращаться к поставщику. И чтобы поставщик был убежден в этом, ему, когда пишет претензии сама администрация магазина, она прикладывает этот чек. Качественные доказательства. И здесь уже этому потребителю будет по его усмотрению возврат суммы денег или обмен на товар. Ирина, огромное спасибо. Спасибо большое. Теперь все наши покупатели. То есть мы с вами тоже стали намного целесообразнее. Конечно же, по протоколам подобным будем действовать обязательно во всех магазинах, где мы приобретаем продукты. Вам огромное спасибо и хорошего дня. Пожалуйста. Спасибо. Сегодня в Театре имени Горького премьера «Манкурт. Вечный раб». 28 апреля в Астана-опера премьера балета «Манон». 28 апреля в Камерном зале «Казахконцерта». Шедевры камерной музыки. 29 апреля в Театре оперы и балета имени Абая. Постановка «Лебединое озеро». 30 апреля в Театре имени Горького. Сказка «Братец Лис» и «Братец Кролик». 30 апреля в Астана-опера. Концерт «Музыка Латинской Америки». 5 мая в Астана-опера. Постановка «Богема». 6 мая Астана-Конгресс-холл. Юбилейный концерт Ерлана Кукеева и группы К-7 «Танец под дождем». Доброе утро всем тем, кто только что присоединился к нашей программе. Сегодня четверг, 27 апреля. Наши коллеги завершили свою часть программы, но мы продолжаем делиться с вами хорошим настроением. Очередная сенсационная находка в Египте. На западном берегу Нила обнаружена статуя, которая изображает бабушку фараона Тутатхамона, царицу Тию. Скульптура из алебастра выполнена в натуральную величину. Она хорошо сохранилась, хотя была сделана почти 3,5 тысячелетия назад. Сейчас вас ждет еще больше интересных новостей из мира науки и культуры. В университете Глазго завершились пятилетние исследования, которые доказали, что езда на велосипеде очень полезна для здоровья. Ученые заявили, что если человек будет добираться до работы и обратно домой таким способом, то значительно продлит свою жизнь. В эксперименте участвовало более 250 тысяч добровольцев. За это время они заметили положительные изменения в своем физическом состоянии. Теперь они преодолевают расстояние в 10 километров за 27 минут и чувствуют себя бодро. Кроме того, согласно исследованию, регулярная езда на велосипеде на 40% сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Дубай постепенно становится мировой столицей стартапов. В последнее время все больше молодых предпринимателей выбирают этот город для реализации своих идей. В этом плане Дубай начал уступать даже Лондон, где для начинающих бизнесменов предлагает множество льгот. Направленность стартапов самая разная – от кулинарных блогов и аудиокниг до сервисов такси и создания роботов. Не отстает от Арабских Эмиратов Саудовская Аравия. Сегодня в стране около половины населения – это молодые люди до 35 лет, и каждый второй планирует свой бизнес. Очки виртуальной реальности помогут значительно сократить время и расходы на производство спортивных машин. Так заявила одна из автомобильных компаний. На выставке в Лондоне они продемонстрировали, как это выглядит на практике. За основу берется металлический корпус, который выглядит совсем непредставительно. Инженер садится в него, надевает VR-очки и уже видит готовый салон, приборы, педали и зеркала заднего вида. Таким образом, дизайн авто можно корректировать в режиме реального времени, без дополнительных чертежей и программ. Автопроизводитель рассчитывает, что новая технология позволит увеличить количество выпускаемых машин на 5000 единиц в год. 27 апреля 1994 года был организован Международный фонд Аблайхана. Его председателем избран скульптор и архитектор Шотау Алиханов. В 2012 году в Алматы были презентованы три CD-диска с произведениями известного казахского композитора и педагога Газизы Жубановой. Два года назад на республиканском велотреке Сары Арка прошел форум победителей с участием Нурсултана Назарбаева. Какими еще событиями запомнился именно этот день в истории, вы узнаете прямо сейчас. В 1996 году президенты Казахстана и России подписали совместное заявление по Каспию. В 1998 году было создано Казахстанское агентство по поддержке малого бизнеса. 17 лет назад в Алматы состоялась презентация специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. В 2010 году в Шимкенте стартовал второй фестиваль анимационного кино «Алтын-Жибе». В 2011 году в Москве открылась конференция «Инвестиционный климат Казахстана». 10 лет назад Счетный комитет Казахстана и Верховная контрольная палата Польши подписали соглашение о сотрудничестве по дальнейшей интеграции ведомств. Если верить лунному календарю, людей, которые сегодня устроятся на новую работу, ждет уверенный карьерный рост. Ну а для тех, кого интересует нумерология, готов наш ежедневный прогноз от Айсулу Ахимовой. Давайте посмотрим. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня 27 апреля 2017 года. Цифра дня по нумерологии 23. А цвет дня, который хорошо усиливает этот день в одежде, либо в аксессуарах, можно использовать во всех голубых тонах. День на самом деле очень светлый и наполнен энергетикой счастья и благодарности к друг другу. В этот день очень хорошо составлять планы на будущее, при этом не забывая о правиле приоритетности важных дел. Сегодня также можно, нужно и хорошо делать предложения руки и сердца. В этот день желательно, чтобы все ваши родня и близкие, родные вам люди собрались вместе, поэтому проведите вечер в кругу близких людей. Полезно также провести время на прогулки, пеших прогулках или просто на воздух. В отношении здоровья обратите внимание на сердце и сосуды, а также следите за давлением. Хорошего вам дня и добрых эмоций! В рамках деловой программы «Экспо-2017» впервые в Центральной Азии пройдет Всемирный конгресс инженеров и ученых. Ну а наши корреспонденты продолжают знакомить вас с ходом подготовки к Всемирной выставке в Астане. Скоро в Астане пройдут эксклюзивные мастер-классы для волонтеров «Экспо-2017». Ряд тренингов о секретах ораторского искусства и работе с большой аудиторией проведут актеры, певцы, олимпийские чемпионы и не только. Более того, знаменитости сами ненадолго станут волонтерами. То есть стать волонтером на определенный какой-то день, час, полчаса, побыть, скажем так, на месте волонтера, поучаствовать в наших мероприятиях. Поучаствовать в тренингах звездной рубрики могут и волонтеры из других регионов. Кроме того, специально для них столичный штаб регулярно проводит онлайн-семинары. Все региональные наши волонтеры, они подключаются в определенный день, вебинары проходят каждый день на русском языке и на казахском языке. Иркен Алдавергенов – лидер одной из групп волонтеров. Говорит, спортивные состязания, квесты и совместные пикники развили в нем коммуникабельность. Для него это самый важный навык, ведь его команда будет работать в самой горячей точке выставки в «Экспо-городке». Там, где будут проживать наши участники и иностранные гости. И мои волонтеры будут преимущественно сопровождать их, помогать, управлять потоками. Акжан Кайсабекова – будущий аэрофотогеодезист. Девушка признается, что решила стать волонтером, чтобы поработать в павильоне Германии. В будущем я уже планирую поехать туда, обучиться и развить эту сферу в своей стране. Помимо прочего, 6 мая в столице состоится официальное посвящение волонтеров. Мероприятие станет завершающим этапом подготовки добровольцев к международно специализированной выставке «Экспо-2017». Дина Жаннабекова, Бахтия Райтхожин, Жанна Кун, Астана. Организовать бизнес в гараже – идея не новая, но она позволит увеличить собственный доход. А вот как ее осуществить? Бизнес-тренер Гани Абадан готов дать несколько советов начинающим предпринимателям. Доброе утро, Гани. Доброе утро. Есть гараж, метафорично выражаясь, и больше ничего нет. С чего начинать, если очень хочется заняться бизнесом? Если очень хочется начинать бизнес. Ну, я сначала скажу, да, история этой метафоры. Мы все знаем историю Стива Джобса, да, и это вообще прошло из Кремниевой долины. То есть история, что там новые IT-компании, они развивались и открывали свой бизнес в гараже. А в нашей казахстанской реалии IT-компании скорее развиваются в каворкингах, да, то есть они там, не знаю, вкладчину открывают некую, там, снимают офисы. То есть не совсем гараж практикуется. У нас гаражи снимают, кстати, сортаперы, да. Но они снимают, это в основном там логистические компании, либо начинающие интернет-магазины. То есть это есть такой опыт у нас. Где нужен склад, где нужно что-то хранить. Да, где нужно что-то хранить и так далее. То есть даже вот я по совместительству тоже предприниматель, да, и мы занимаемся доставкой мебели. И мы тоже в свое время у нас был большой склад где-то за городом, да. Это было неудобно. Сейчас у нас склад в центре, да? Сейчас у нас три маленьких гаража. То есть мы обменяли большой-большой склад на три маленьких гаража. Они друг от друга удалены, но покрывают всю территорию города. И это очень удобно. Почему? Потому что мы… То есть географично вы достаточно удобнее расположите. Мы выигрываем, да, за счет того, что быстро доставляем. А что важно для интернет-магазина, это быстрая доставка. Это вот такие, ну, скажем так, хитрости, как мы, скажем так, американский опыт, скажем так, переняли и применили в нашей стране. А что касается вот начинающим предпринимателям, конечно же, вот они вот либо используют как логистический центр. Я, честно, не встречал там прям вот, чтобы открывали большое производство. Но хотя есть, скажем так, примеры, когда компании, в основном, это мебельщики. То есть они, кто делает мебель, кто что-то изготавливает, мануфактурщики, они вот снимают гараж и так развиваются. Когда бизнес начнет приносить прибыль? Когда это происходит? Вообще, если вы грамотно все спланировали, я считаю, что хороший бизнес должен приносить прибыль уже с первого месяца. Серьезно? Ну, говорят же, полгода, год. Это нормально, когда ты работаешь в убыток. Это мы говорим про, наверное, крупные такие компании. А если мы запускаем, допустим, это малый бизнес, там МСБ, не знаю, интернет-магазин, или мы что-то перепродаем, или какие-то услуги оказываем, я все же считаю, что у нас не такой уж, скажем так, большой рынок, не так много времени, чтобы полгода раскачиваться, раскачиваться, привлекать инвестиции и так далее. У нас либо ты сейчас первые два месяца показал, что что-то у тебя получается, либо нет. Ну, это правда жизни. К сожалению, кстати, в Казахстане у нас есть такая тоже. Мы часто, ну, скажем так, боимся признаться, посмотреть правде в глаза, и мы начинаем все-таки… Ну, то есть у нас бизнес вроде бы угасает, а мы ищем где-то деньги, занимаем, перезанимаем, берем… Пытаемся реанимировать. Да, это… Нет, нет, все, надо, скажем так, закругляться. А, то есть это ваше такое мнение, да, что… Да, да, да. Хорошо. Нет, может быть, оно такое пессимистичное, но все же… Сейчас я замечаю, что люди не умеют, не могут остановиться, то есть не ставят правильный прогноз. Я все-таки считаю, что надо правильно планировать. Если вы планируете… Мы уже на этапе бизнес-плана, мы уже… Да, да. Застрахованы, скажем так, под это… А какой минимальный пакет документов для открытия собственного дела? Для открытия собственного дела у нас сейчас в стране очень выгодные условия. Достаточно иметь удостоверение личности. То есть вы можете это даже сделать из дома, да, то есть это получить электронный ключ. ИГОВ. Да, ИГОВ. А зарегистрироваться и прям буквально в течение 7 минут, мы помню, засекали, в течение 7 минут можно открыть ТО или ИП. Представляете? То есть при наличии, опять же, таких электронного ключа. То есть вы сначала получили ключ, да, есть своя процедура, там, в ЦОН, получили и так далее. Но потом онлайн в течение 7 минут вы можете открыть ТО. Достаточно иметь удостоверение личности. Ну, открыть, я так понимаю, многому они нужны. Да, да. Развить и получить прибыль. Есть хорошая казахская пословица. Илинуай и волкейн, да, то есть переводится. Жениться легко, да, а вот уже потом жить, ну, скажем так, сложно. То же самое касается и бизнеса. Вначале всегда просто, а вот как раз-таки там потом уже не закрыться, не развестись. Развестись, это очень важно. Ганни, ну вы так все позитивно преподносите, что, я думаю, все наши телезрители не видят в этом никакой проблемы. За 7 минут... Все пошли искать гараж. Да, 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 все пошли искать. Ничего сложного нет, пусть открывают, запускают. Это очень важно. Я считаю, для каждого человека иметь свое любимое дело. Ну, дай бог, что всем повезло. Ганни, вам огромное спасибо. Спасибо большое. Приходите к нам еще и рассказывайте про ваши новинки в бизнесе. Спасибо. Спасибо. Лексика пятилетнего ребенка состоит примерно из двух с половиной тысяч слов. И постоянное общение эту цифру только увеличивает. А теперь встречайте наши любимые балабанчики. Примерно 20 или 10. Ну, например, 2 часа. 10. 5. 1 час. 1 час. Совсем не было. Из дерева. Ну, может быть, из какого-то липкого масла. Может, вот так не моют. И специально на машину делают растворы. Скатают. Из дерева. Бумагу из бумаги. Дерево режут, и получается бумага. Чтобы защищаться, конечно. У них же ведь нету культей, правильно? Поэтому защищаться пателем придется. Ну, это ее дом. Она носит свой дом на спине. Потому что она защищает свой пателем. Чем-то от яичников. Потому что она некоторого боится. И она медленно идет. Обрабатывают, и получается бумага. Потому что она медленно. И когда кто-то большой, она может спрятаться. Спрятаться. Это потому что это дом. Декоративные подушки способны оживить и украсить самый лаконичный и строгий интерьер. Ну, а еще они могут с успехом заменить пуфики. Вашему вниманию несколько советов от дизайнеров. Трудно представить себе дом без подушек. Но если у одних эти мягкие предметы интерьера используются строго функционально для сна или отдыха, то у других выполняет роль декора. Сегодня среди множества подушек можно найти настоящее произведение искусства. В современных домах подушки украшают не только спальни и гостиные, но также детские комнаты, кухни и даже прихожие. Декоративные подушки, они могут выполнять некоторые задачи. Например, зрительно могут соединить некоторые элементы в интерьере. Они могут также подчеркнуть выбранный нами архитектурный стиль в интерьере. Ну и, конечно же, передать уют. При выборе этого домашнего текстиля в первую очередь стоит обратить внимание на цвет. Дизайнеры не рекомендуют использовать в интерьере подушки такого же оттенка, как и мебель в комнате. Иначе цветовая гамма просто сольется. Например, если диван светлый, то выберите подушку на несколько тонов темнее. Если же, наоборот, у вас получился очень такой кричащий, смелый интерьер, экстравагантный, можно сказать, тогда и вы хотите его немножко, чуть-чуть приглушить, можно выбрать подушки на 2-3 тона, наоборот, светлее или каких-то пастыльных тонов. Декоративные подушки могут сочетаться с определенными элементами в интерьере, например, с обоями или ковру. Ну, если же вы хотите какие-то смелые решения, конечно, можно использовать контраст. Контраст, например, желтый с синим, фиолетовый с оранжевым, розовый с салатным. Обратите внимание и на ткань. Например, в комнате с романтическим стилем выгодно будет смотреться мех, шелк и атлас, а яркие бархатные подушки с орнаментами подойдут для любителей Востока. Какой-то загородный дом, к примеру, в теме русская усадьба. Вы можете использовать подушки с вязаным каким-то рисунком, или сами вообще они вязанные могут быть. Квадратные и прямоугольные, круглые и овальные. Рынок пестрит разнообразием форм декоративных подушек. А главное, все они практичны и удобны. Мадина Жалмагомбетова, Стас Стролов, Жанат Кун. Азиз, доброе утро. Доброе утро. Совсем недавно завершили съемки короткометражного фильма «Скульптор». Вы собирали в нем главную роль. Расскажите поподробнее. Режиссер этой картины, моя старинная подруга Айгуля Ксамбиева. Мы не раз с ней работали вместе. За последние, наверное, лет 10 уже, когда она еще только-только начинала. Сейчас я рад видеть, что она стала уже маститом режиссером. Она попросила меня принять участие в этой работе. Это короткометражная картина, рассказывающая, как бы это сказать, чтобы не очень сильно все рассказать. Ну, скажем так, это психологическая драма о личных отношениях внутри семьи. О том, как люди могут преодолевать кризисные ситуации в семье. Как они это делают, ну и у кого как это получается. В фильме описываются наши дни? Да, это наши дни, но с небольшим флэшбэком в недавнее прошлое. Моей партнершей была талантливая певица Адеми Дина Каирова. Я был приятно удивлен тем, как с ней удобно и легко было работать. При том, что она не профессиональная киноактриса, но, вероятно, какая-то такая профессиональная природная артистичность. То ли желание. Просто публичная профессия, умение держаться на публике, ну и желание, естественно. Привели к тому, что я подумал, хорошая партнерша. Фильм снят за четыре дня. Ну да, во-первых, потому что это короткометражная картина. Во-вторых, потому что нынешнее поколение кинематографистов, режиссеров, молодых примерно 30, плюс-минус сколько-то лет, они уже привыкли работать в режиме, который задают сериалы. То есть если 20 лет назад, 25 лет назад нормальной выработкой за смену 12-часовую было 3-5, максимум 7 минут полезного экранного времени, то сейчас молодые режиссеры умеют работать так, что они снимают и 15. Практически монтажно. За смену, практически монтажно, да. Айгуль, она суперпрофессионал, поэтому совершенно не удивлен, что короткометражную картину она сняла за четыре дня. То есть посчитать, сколько было бы полный метр. Но на ваш взгляд, это никак не отражается на качестве? Это зависит все-таки от многих факторов. Во-первых, конечно, от режиссера. Как он умеет построить процесс, как он общается с группой, какую атмосферу он создает на площадке. А во-вторых, конечно, от того, кто работает в качестве продюсеров и администраторов на площадке. То есть опять-таки, как устроен процесс. Да, как устроен процесс. Там, где режиссер не может позволить себе взять бюджетом, ему приходится брать профессионализм. Если говорить о творчестве, то все-таки от кино снова к театру. Вы не так давно вновь вышли на театральную сцену. В начале карьеры вы играли в Ташкентском театре современной хореографии «Лик». Вот расскажите о новой работе. Ну, я даже не могу сказать, что я вернулся в театр, потому что «Лик» — это был театр современной хореографии. То есть это недраматический, невербальный театр. Я был тогда студентом театральной студии, и наша преподавательница танца и сцен движения, Лиль Павловна Севастьянова, потрясающе талантливый человек, она руководила вот этим небольшим театром современной хореографии. Она предложила мне войти в состав вот ее коллектива. Это было для меня большой неожиданностью и огромным счастьем, потому что я даже представить себе не мог, что меня, студента, вдруг позовут в такой театр, который я очень хорошо знал как зритель. Мы там сделали две совместные постановки с французскими танцовщиками. То есть вы при этом еще хорошо танцуете при всех ваших талантах? Хорошо двигаетесь, по крайней мере, так можно сказать? Двигаюсь, скажем так, двигаюсь, потому что современная хореография — это такой вид искусства, в котором очень сложно определить. Человек танцует или двигается хорошо, или как-то индивидуально. Да, тут все очень субъективно. Но во всяком случае, как я уже сказал, мы сделали две совместные постановки с французами при поддержке французского культурного центра в Ташкенте. Это было больше 25 уже, наверное, лет назад. А на драматическом театре я за всю свою жизнь ни дня не служил. При том, что я учился в театральной студии. И будучи студентом театральной студии, я знал, что я хочу работать в кино. И поэтому все, чему нас учили для работы на театре, я благополучно пропускал мимо ушей, стараясь схватить то, что мне понадобится в работе киноактера. Вот так оно и происходило около 22 лет, пока Галя Пьянова, талантливейший человек, потрясающий режиссер, я очень счастлив, что эта встреча произошла. Она же худрук Артишока. В августе прошлого года не предложила мне войти в новую работу этого театра. Это было для меня таким же шоком, потому что рифмуется. Артишок — это театр, которому я много лет испытывал, ну, наверное, пиетет, иначе не скажешь. И вдруг меня зовут Вартишок, да еще в новый спектакль. Да, это был очень странный, новый, неожиданный для меня опыт, который обернулся, наверное, ощущением полного актерского счастья, в котором я вот нахожусь уже с августа месяца. Мы тогда поставили спектакль «Уяд», который некоторые театральные критики назвали лучшим спектаклем театрального сезона в стране. При том, что сезон только начался, это был сентябрь. С тех пор, я недавно посчитал, мы отыграли 25 раз этот спектакль. А с января Галя предложила мне войти во второй спектакль, вторую премьеру Артишока в этом театральном сезоне. Вернее, третья, потому что вторая была «История роста» по Умберто Эко, я в ней не работал. Это спектакль «Новые времена», который поставлен в качестве оммажа такого творчеству и жизни Чарли Чаплина. И название спектакля «Новые времена» обыгрывает название известного фильма Чарли Чаплина «Новые времена», сценарий которого во многом положен в основу этого спектакля. Но это не единственный фильм Чарли Чаплина, ассоциации с которым возникают при просмотре этого спектакля. Кстати, если говорить о рекордных сроках постановок, этот спектакль мы поставили за 9 дней. Двухчасовой спектакль за 9 дней. Мне очень везет на коллективы, с которыми я работаю. Это я говорю совершенно серьезно, и я этому очень рад. Но у вас большинство фильмов российского производства. А с кем из казахстанских режиссеров хотелось бы поработать? Вы знаете, я в этом плане, наверное, какое-то всеядное существо. В Казахстане много хороших режиссеров. Талантливых, профессиональных, молодых, опытных. У нас кинематограф-то вышел на другой уровень. У нас чуть ли не каждый день снимаются новые фильмы. Это не всегда, скажем так, в плюс, но я сейчас говорю немножко о другом. И я понимаю, что мне интересно было бы поработать, наверное, со всеми режиссерами, которых я знаю лично или просто как какие-то творческие единицы. Учитывая ваши отзывы о молодых режиссерах, я так понимаю, что вы не проще с молодыми как раз-таки посотрудничать, потому что это немножко другой режим уже. Я бы не стал говорить, что молодость или не молодость – это основной критерий для меня. Нет, потому что молодые тоже бывают разные, так же, как и опытные. Хотя что за противопоставление? Молодые тоже бывают опытными. Ну, во всяком случае, у меня было несколько раз в анамнезе такое, когда ко мне обращались студенты даже, режиссуры, с просьбой помочь в каких-то их работах. И я читал сценарий и понимал, что да, мне это интересно, и да, человеку имеет смысл помочь. Я у него работал. Хотя иногда бывает такое, тебе присылают сценарий маститый. Такой метр. Ты читаешь и думаешь, как бы так отказаться, чтобы человека не обидеть, не нравится, неинтересно. Это все зависит от данного конкретного предложения, а не от того, сколько лет режиссеру на самом деле. Ну, то есть вы всегда обращаете внимание, вы говорите, что вы всеядны, вы все хотите, но где попало и у кого попало, сниматься не готовы. Я всеядный до того момента, пока в поле моего зрения не попадет какое-то конкретное предложение. Потом ты читаешь и понимаешь, что тебе это нравится или не нравится. Это отвечает или не отвечает твоим жизненным ценностям. Это тупо интересно или неинтересно. Ну, в смысле, бы открытый для переговоров. Ну, естественно. Иначе бы я давно уже без работы остался. Азиз, ну, скажите, пожалуйста, в чем все-таки разница, когда работаешь у нас и когда работаешь в России? Вы знаете, большой разницы я не заметил. Потому что, ну, наверное, сказывается общность кинематографий, нынешней российской и нынешней казахстанской, которые, в общем-то, выросли все равно из советского кинематографа. И какие-то общие вещи все равно есть. Когда в 2003-2004 годах мы здесь снимали «Кочевник», и особенно вот в 2003 году была огромная группа международная, вот эти моменты каких-то несовпадений в общении и в работе, они происходили первые пару недель. А потом ты понимаешь, что это такие же люди. У них так же повернуты мозги, они такие же киношники. Просто люди атаптировались. Да, да. И вот этот вот момент какого-то контакта психологического и рабочего, он происходит очень быстро. С тех пор я считаю, что киношники — это отдельный менталитет. Прекрасная традиция, о которой вы знаете, обратиться к нашим телезрителям с вашим пожеланием утренним. Мы все радуемся наступлению весны, света, тепла. И я хочу поздравить вас с добрым утром не только в плане суток, а с добрым утром года, Нового года, который начинается. И после новогодних праздников, и после Нового Рыза. Ну и в первую очередь потому, что вся природа обновляется. Для нас, для всех это утро того дня, который будет длиться целый год. Поздравляю вас. Огромное спасибо, что к нам пришли. Мы вас также поздравляем. И с майскими праздниками, со всеми событиями. А главное, чтобы побольше работы, мы вас чаще хотим видеть на экране. Ой, вот насчет работы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok